Западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. Страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Друзья, всем привет! Сейчас объясню вам, что такое страна-изгой. Ну и о том, как Нарышкин, это глава российской внешней разведки, боится биомеханоидов и извращенцев. Чтобы разведать все это, отправляет к ним свою жену. В общем, сюжет Бонд отдыхает Джеймс Бонд. Нарышкин. Извращенец Нарышкин. В общем, сейчас я вам расскажу волосы, что называется, на голове дыбом. Но это реально интересно и смешно, и познавательно. Поэтому, друзья, только на этом канале такие видео, такая информация. А значит, помогите мне ее распространить. Подписывайтесь на канал. Прямо под описанием к видео черная кнопка. Если вы не подписаны, нажмите на нее. Рядом кнопка. Лайк, палец вверх. Обязательно комментируйте. Обязательно шерьте это видео. Мы должны с вами доносить правду о безумии, которое там несется. Потому что за этими людьми, конечно, нужно срочно отправлять санитаров. Итак, в Москве, ну, подмосковье, в Кубинка, это Одинцовский район, открылась международная военно-техническая выставка и форум армия 2023. Интересно, почему именно там? Потому что там же резиденция Путина, и там больше всего ПВО. Знаете, было бы совсем стыдно, когда на международный военно-технический форум прилетает украинский беспилотник. И там же кого-нибудь, например, в шельгу в голову. Было бы неудобно. Поэтому мы решили там спрятаться. Ну, и, конечно, друзья, международный. Чтобы вы понимали, семь стран присутствуют. Семь. Какие даже не сообщают. Сообщают только о Беларуси и Иране, и какие-то африканские страны. Ну, это моща, конечно. Ну, просто мощь неимоверная, друзья. Ну, и выпустили клоунов вот этого из ближайшего окружения Путина. Шойгу и Нарышкина. Жалко, что не было Патрушева. Он бы тоже им там рассказал о заговоре сионских мудрецов. Но выпустили Нарышкина и Шойгу. И те выступили, ну, по полной программе. Нарышкин – это глава российской внешней разведки. Помните, который заикался, которого там Путин ноги вытирал перед вторжением в Украину. Но он продолжает заикаться. Но заикает, снесет такое. Говорит на Западе, говорит. В Европе уже столько извращений, что там прям вообще страшно находиться. Посмотрите. Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату. Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Высказывание Борреля – это прекрасная иллюстрация глубокой укорененности российских неоколониальных подходов в евроатлантической элите. Видимо, узнал информацию об этом Нарышкин от своей жены. Потому что недавно жена Нарышкина была обнаружена в Париже. Появились фото. То ли она ездила исследовать извращения, то ли, не дай бог, и сама извращенка. Уж мы не знаем. Но после ее поездки, видимо, Нарышкин совсем вспугался. Говорит, ой, какие там страшные извращения. Неужели еще страшнее, чем у вас в Кремле, полное извращение мозга. И зачем вы тогда претесь в эту Европу все, включая твою жену? Ну, в общем, уникально. Дальше он не остановился. Он говорит, вообще, все очень сложная ситуация. И угрожают, говорит он, биомеханоиды. Заметьте, кстати, когда он говорит, он там оговаривается. Значит, по образу, подобию, божию, божию. Он не может даже выговорить слова. Опять заикается. Может, вспомнил Путина этот день. Может, вспомнил что-то из извращений. Сложно мне сказать. Но Нарышкин заикается и рассказывает о биомеханоидах. Что это такое? Ну, есть такие персонажи в компьютерных играх. Есть в фантастической литературе. Но что-то знает и Нарышкин об этом. Может, это он про Шойгу. Тот немножко смахивает на такого неудачного, недоделанного биомеханоида. Посмотрите. Уважаемые коллеги, человек создан по образу и подобию божьему. А западники стремятся подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами. Сегодня уже коллеги вспоминали одиозное выражение высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором он сравнил Европу с Святущим Садом, а остальной мир с джунглями. Ну и заканчивает глава внешней разведки, заканчивает это все и рассказывает правильно о проблемах русской православной церкви в Украине. Ни разу не спалился Нарышкин и ни разу не спалил своих агентов. Глава внешней разведки переживает за каноническую церковь и говорит, а все еретики. Вообще это внешняя разведка, ну как бы светского государства России, который объявляет себя еще правоприемником Советского Союза, который вообще религию уничтожал. Послушайте. В эпоху крушения старых идеологий и борьбы за новый мировой порядок традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей, стран и народов. А значит, они должны быть ликвидированы. Проявление этого подхода мы сейчас наблюдаем на Украине, где буквально физически уничтожают каноническую православную церковь. Запад руками киевской хунты четко дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют. Составляются самые настоящие расстрельные списки и люди попадают в них за то, что не хотят придавать истинную веру в угоду еретикам. Ну, в общем, полное безумие. Дальше очередь дошла до биомеханоида Шойгу. Действительно биомеханоид. Вот вышел он и рассказал, что вообще показало свой, ну просто, ну отсутствующий просто военный потенциал, западная техника. И даже советское оружие угромит его аж на раз-два. Вот так вот, говорит. Вообще, просто класс. Посмотрите. Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем вооружения. Ну и тут же показали они эти свои феноменальные образцы российского нового оружия. Это передвижной военно-полевой храм с биотуалетом, иконами и буквами Z и V. Ну в общем, вообще, это такая палатка с развешанными там иконами. Вот, но это, видимо, и есть то самое вундервафля. Да, чудо-оружие, с которым российские чудо-богатыри-то ух, всех и вынесут. Ну да, я думаю, что впечатлены и иранцы, ну белорусы, понятно, и страны Африки. Но это чудо-оружие российское, посмотрите. Итог этого всего подводит Шойгу. Военный потенциал Украины истощен. Все, ну вообще, все отлично. Наверное, мы уже слышали про 1500 уничтоженных леопардов, Брэдли, всего остального, самолетов, которые у нас нет. Ну почему-то только им постоянно Storm Shadow в голову прилетают. Но так ничего нет. Послушайте. Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Ну и новую цель войны объявил биомеханоид Шойгу. Это вернуть всех российских пленных. Логика? Ну гениальная. Смотрите, то есть начали войну, убили сотни тысяч людей. Их люди в том числе попали в плен. А теперь цель войны? Это вернуть тех из пленок, которые попали в плен, потому что они начали войну. Ну вот такая логика. На букву Ша от Шойгу. Ну действительно, красавец, друзья, что здесь можно сказать. Только, знаете, такая неувязочка вышла. Тут как раз в западной прессе появилась информация о том, что российские пленные не хотят возвращаться в Россию. Потому что они не хотят. Только не отдавайте нас назад Путину и Шойгу этим биомеханоидам. Хотим к европейским извращениям, говорят российские пленные. Что бы на это сказал Нарышкин, Шойгу и Путин, даже не знаю. Ну в общем, бункерный дед у нас не один. Их там целая группа бункерных дедов. Один другого безумнее. Когда их уже поймают санитары, это, конечно, главный вопрос безопасности планеты. Потому что это реально полный безумец. Помогите мне поделиться этим видео. Не забудьте, что мы продолжаем сбор донатов на дрони для 251 батальона Киевская Сич. Друзья, доедайтесь. Как раз у нас день незалежности скоро, 32-га речниця. Если 32 гривни вы кинете, то мы, там, все, кто смотрит, то мы уже закриемо цей сбор. Ну, не те, что за секунду. Тоже, друзья, дякуймо вам. Тримаймо строй. Слава Україне!